добрый день рады вас видеть после такой долгой паузы но хочется отметить что у нас запланировано много мероприятий и поэтому я вам рекомендую следить за новостями нашей компании для начала позвольте представиться меня зовут никулина полина я пиар-менеджер компании hts и я рада вас видеть на нашем вебинаре и прежде чем мы начнем хочется сказать что внизу вы можете увидеть чат туда вы можете присылать свои вопросы на них мы ответим в конце вебинара обязательно ну и теперь я представлю нашего спикера всем уже знакомого ирина арепина заместитель генерального директора компании hts всем здравствуйте всем здравствуйте до официального начала мероприятия у нас осталось собственно 1 минута давайте подождем еще наших коллег которые хотят присоединиться потому что минуточку 2 еще подождем и начнем на самом деле сегодня цель нашего вебинара поделиться как у нас дела дела у нас хорошо живы здоровы реализовываем очень интересные крупные проекты сталкиваемся с новыми задачами интересными жизнь стала веселая насыщенная новыми вызовами новыми задачами я думаю что большинство из вас это чувствует большинство из вас понимает что нужно собственно приспосабливаться к новой реальности искать новые решения для себя лично некоторые из нас уже поняли что нужно и мышление немножечко менять заглядывать уже не в то что есть какие-то проблемы неприятности да то что мы все-таки движемся к интересным крупным вещам и то что сейчас происходит это происходит не зря и позволяет нам с вами развиваться но это я уже философию отправилась не знаю разделяете вы ее или нет меня слышно не слышно просто подтвердите как вообще связь работает нормально да все хорошо вроде всем слышно плюсики слово слышно слово отлично шикарно шикарно ну что коллеги время 11.01 собственно все кто хотел присоединиться присоединились кто-то он к нам присоединиться чуть-чуть попозже полину попрошу дать мне права управления презентации потому что она мне чего-то немножечко не меняется все понеслась и так всех еще раз приветствую кто только что присоединился я ирина репина заместитель генерального директора компании hcs и сегодня хотела бы поделиться с вами новыми интересными новостями относительно нашей работе в двадцать втором году и то как мы решили задачи по поставки прецизионных кондиционеров моноблочного типа и под подолочного стенного типа для наших крупных заказчиков собственно начну с того что мы за компания такая для тех кто с нами встретился впервые мы компания hts hosser telecom solutions уже несколько десятилетий мы являемся одним из крупных крупнейших поставщиков прецизионных систем охлаждения для центров обработки данных аппаратных серверных контейнеров с оборудованием и других технологических помещений наши офисы находятся в москве санкт-петербурге плюс у нас есть разветвленная сеть сервис партнеров во всех точках нашей прекрасной родины мы отвечаем за горячую линию техподдержки 24 на 7 по тем видам оборудования которые мы поставляем и сервисным партнером которого мы являемся тут нужно сказать что мы не только поставщик но и тот кто может реализовать весь комплекс услуг по реализации системы охлаждения для вашего coda или серверной или аппаратной мы начинаем проработку проекта вот концептуального решения что требуется мы подбираем оборудование далее мы берем на себя если это необходимо проектирование поставку оборудования дальнейший монтаж запуск в эксплуатацию сдачу в эксплуатацию и если заказчик к этому готов этого хочет берем оборудование на сервис на дальнейшее техническое обслуживание и мы отвечаем за гарантию именно мы компания hts отвечаем за несение гарантийных обязательств по всем заказам вам нужно обращаться не на заводы производители но именно к нам мы для вас единая точка входа при реализации наших проектов мы предлагаем прецизионные кондиционеры различных типов шкафных рядных различных производителей о них я скажу чуть чуть попозже это для больших центров обработки данных и серверных если речь идет о малых серверных контейнерах с оборудованием на или помещение вп то тут мы можем предложить под потолочные прецизионные кондиционеры моноблочные кондиционеры мощностью до 15 киловатт ну естественно есть небольшие шкафные кондиционеры небольшие мощности зависимости от того какая задача ставится да очень важно сказать что мы всегда шли идем по пути что каждый проект уникален под каждый проект нужно прорабатывать свое инженерное решение то есть мы не просто вам предлагаем вот есть такое типовое решение пожалуйста вперед нет мы каждый раз учитываем множество нюансов для того чтобы заказчику или выбрать ровщик или собственно специалист который строится инженерную систему для центра обработки данных получили именно то что вам необходимо максимально кастомизированные решения и собственно под этим кредом мы всегда работаем мы предлагаем холодильные машины различных типов для центров обработки данных градирные то есть сухие охладители мы также являемся разработчиком поставщиком устройств зимнего пуска до минус 40 и минус 60 градусов и для наших замечательных заказчиков которые эксплуатируют наше оборудование мы разработали учебный тренажер по обслуживанию прецизионных кондиционеров о нем чуть поподробнее расскажу позже с 22 года мы из по сути монобрендерного дистрибьютора превратились мульти вендорового дистрибьютора те заводы с которыми мы сейчас построили отношения поставляем наше оборудование с нами работают не просто на уровне там разместили заказ побежали дальше нет мы с ними работаем очень плотно мы формируем очень подробно т.з. под каждый заказ озвучиваем наши пожелания наше видение того как должно выглядеть оборудование для наших заказчиков опираясь на наш многолетний опыт в этой сфере мы знаем как русские заказчики привыкли собственно видеть систему своего охлаждения знаем эти нюансы поэтому доносим их до заводов заводами мы работаем начиная с этапа разработки конструкторской документации также озвучиваем наши пожелания согласовываем чертежи далее в процессе производства озвучиваем наши пожелания какие-то возможно корректировки при приемке оборудования участвуем завод затем поставляем это оборудование на объекты и в дальнейшем обязательно отвечаем за запуска этого оборудования чтобы не отгрузили и убежали дальше да мы отвечаем за запуск и за то чтобы убедиться что ваше оборудование на объекте будет работать согласно заявленным характеристикам производители у нас сейчас из разных стран в первую очередь мы взаимодействуем с заводом рифкул российским это российское производство многие из вас наверняка о нем слышали и на турецкие заводы турецкий завод имбат который производит прецизионные кондиционеры холодильные машины и руфтопы и турецкий завод канавейт который выпускает помимо систем прецизионного охлаждения кондиционеров еще и стойки изоляцию холодных коридоров если вам будет интересно послушать продуктовую линейки этих заводов то обращайтесь мы обязательно предоставим вам исчерпывающую информацию при выборе производств которыми мы начали работать в втором году мы всегда опирались на том что мы должны предложить оптимальное соотношение сроков качества и стоимости оборудования и кроме того всегда сверх этого у нас всегда была тотальная техподдержка наших заказчиков предоставлять максимальное количество данных по необходимости всегда консультировать все наших клиентов о тех или иных нюансах и собственно вести проект от нулевой стадии когда просто прикидываются варианты до эксплуатации уже оборудования на объекте мы всегда у нас постоянный коллектив двадцать втором году он только разросся у нас появились еще новые коллеги и мы все наши ресурсы направляем на то чтобы строить качественные системы охлаждения даже в условиях неопределенности даже в условиях когда всем тревожно предлагать максимально оптимальный доступный продукт кратко расскажу о наших собственных продуктах мы еще до 22 года разработали устройство зимнего пуска до минус 40 до минус 60 градусов которые можно использовать как с нашими системами охлаждения которые мы поставляем так и с фреоновыми кондиционерами других производителей это решение очень востребовано потому что у нас стране есть зоны обязательно зима у нас очень суровая до минус 40 градусов температура опускается а в случае если мы говорим о центрах обработки данных и серверных оборудование должно работать круглосуточно круглогодично безостановочно и вот это устройство зимнего пуска до минус 60 градусов помогает системы системе запускаться даже в очень лютый мороз мы это все дело от тестировали у нас даже есть ролик на ютьюбе где вот эти испытания засняты наши технические специалисты в этом участвовали и рассказывают собственно как это все происходило если будет интересно обращайтесь или напрямую ко мне либо по линии она предоставит вам ссылочку и мы разработали учебный VR тренажер для тех кто о нем еще не слушал не слышал это решение виртуальной реальности то есть люди которые планируют эксплуатировать обслуживать прецизионные кондиционеры а их обслуживать нужно с определенной регламентной периодичностью которые хотят делать это правильно не просто по бумажной инструкции могут у нас получить учебный VR тренажер где вас создается в виртуальной реальности условия из серверной то есть человек заходит в виртуальной реальности в серверную где полноразмерные стойки и полноразмерные кондиционеры и по разделам регламентно-технического обслуживания кондиционеров может фактически при помощи манипуляторов провести полное техобслуживание прецизионных кондиционеров разделы этой по электрике по обслуживанию пара увлажнителя например или по обслуживанию наружного конденсаторного блока все это очень ярко все это очень понятно и прекрасная особенность VR тренажера является то что цена ошибки минимально то есть если человек не зная как обслуживать прецизионный кондиционер подойдет к реальному кондиционеру то цена его ошибки может быть поломка этого самого кондиционера если действия произведения произведены неправильно в виртуальной же реальности такой проблемы нету и этот VR тренажер работает двух режимов режим обучения когда человек неограниченное количество раз может приступать к определенным работам и в режиме тестирования когда заказчику нужно проверить свою службу эксплуатации насколько она усвоила вот эти навыки обслуживания либо проверить подрядчика насколько он знает как обращаться с прецизионными кондиционерами если будет интересно узнать про этот продукт поподробнее также обращайтесь предоставим побольше данных как я сказала основа нашей работы это максимальная техническая поддержка каждого заказчика ведения на всех стадиях реализации проекта это касается и гарантии гарантию на оборудование предоставляет компании HTS это было и раньше то есть это не заводская гарантия вот наша гарантия и мы всегда когда выполняли это собственно наши гарантийные обязательства мы руководствовали задачи сначала решить проблему а потом уже разбираться чтобы не скатываться сначала в бюрократию в какие-то разборки на мы сначала мы всегда понимаем что работа прецизионного охлаждения для центра обработки данных должна быть безотказной это критично для заказчик поэтому сначала отправляем наших людей и решается этот вопрос на нашими силами и затем уже мы с вами будем разбираться в чем причина как-то возможно завода компенсировать затрат если это гарантии если не гарантии то уже отдельно с каждым заказчиком обсуждать на каких условиях мы будем дальше это решать также в двадцать втором году завод рифкул нас официально объявил своим сервисным центром по всем по всему оборудованию которое он выпускает вы можете обращаться к нам и мы будем использовать наши технические навыки наш технический опыт для того чтобы обеспечить запуск и бесперебойную работу оборудование рифкул на всех объектах россии поэтому если будет интересно тоже обращайтесь по этому поводу за десятилетия нашей работы мы построили прочные взаимоотношения с большим количеством заказчиков из-за из разных отраслей из разных сфер нашей экономики продолжили с ними общение и в том числе с некоторыми из наших крупных заказчиков мы феврале 22 года попали в ситуацию когда мы были в процессе реализации каких-то проект то есть фактически исполняли изготавливали какие-то заказы на либо на импортных заводах либо на основе импортных компонентов европейских и собственно в феврале в конце февраля 22 года все эти проекты были поставлены ну скажем так статус неизвестно что делать дальше статус паузы и проблема заключалась в том что ну окей подождали мы некоторое время что будет дальше возможно как-то это все решится но у нас работе были такие важные проекты которые уже были запущены задолго то того как все началось вот то есть это прямо проекты которые проектировать 16 года и начали реализовываться 16 года и сериями этапами они запускались и сейчас останавливать вот эту вот эти вот проекты было просто нельзя нужно было срочно придумывать какую-то альтернативу конечно это было очень много стресса мы пытались понять как нам дальше дел действовать но в случае с моноблочными кондиционерами например на контейнер посмотрите на картинках это видно наружного исполнения на контейнерах кондиционер моноблоки и внутреннего исполнения ставится в серверную то есть не требует наружного блока кондиционер обслуживает серверную с одного кондиционера до 15 киловатт хода производителя и когда речь шла о прецизионных сплит системах под потолочных оказалось что это экзотика то есть наши заказчики в том числе попробовали найти какие-то альтернативы на других заводах и выяснилось что очень мало производителей а то и никаких не готовы их выпускать то есть это является нестандартным исполнением и мы имея уже тогда опыт взаимодействия с заводом рифку переговорили и рифку сказал да мы готовы совместно с вами разработать для вас это уникальное кастомизированное решение давайте собственно и мы по нашим вот этим вот типовым проектом которые должны были продолжаться до любой ценой запустили несколько линеет несколько моделей оборудования успешно их реализовали вот про них я хочу вам сегодня поподробнее рассказать первый такой проект это были моноблочные кондиционеры наружного исполнения это тот самый проект который длился уже очень много лет и нас врасплох застал февраль этого года когда европейские компоненты стали недоступны и вот получается что производство этих кондиционеров было полность полностью перенесено на российские мощности для того чтобы вы видели что это никакой не переклеивание шильдиков или очень крупно узловая сборка я вам по всем этим моделям демонстрирую что мы разрабатывали модель 3d render да вот мы видим моноблочный кондиционер как он должен был выглядеть изначально до затем смотрите у нас происходит реальное производство прецизионных кондиционеров моноблочных и далее покажу и как они выглядели в итоговом виде собранном особенность вот этого проекта да с моноблочными кондиционерами это то что они должны были работать от минус 40 градусов до плюс 55 градусов но за счет использования 134 фреона мы расширили этот диапазон до плюс 57 градусов один такой моноблочный прецизионный кондиционер должен был выдавать 15 15 половиной киловатт мой наблочный кондиционер должен был снабжен быть системой естественного охлаждения то есть прямой фрикуллин когда у нас температура за бортом позволяет например у нас в серверной нужно или контейнере должен быть воздух плюс 20 градусов а снаружи плюс 19 то мы уже можем использовать наружный блок наружный воздух для охлаждения воздуха внутри помещения при этом экономится очень много электроэнергии за счет того что компрессор не запускается обязательно требовались требовалось защитное покрытие теплообменника конденсатора для повышения его устойчивости коррозии требовался электронагрев система выносных датчиков температуры влажности выносной дисплей который вышелся на стену внутри помещения кабель секвенции и термостат зачем нужен термостат по требованию заказчика при определенных наружных температурах кондиционер должен был сразу выключиться и жить в режиме ожидания при этом у него все греющие элементы низкотемпературный комплект должны были быть активны вот это решение на момент разработки проекта показал самым оптимальным очень важно очень важно сказать что по всем проектам про которые я говорю сейчас уже все было полностью спроектировано утверждено по каким по каким-то проектам контейнеры уже фактически были изготовлены то есть все отверстия под оборудование были предусмотрены крепежные элементы рамы то есть нам нельзя было отступать от первоначальной конструкции которая была заложена до этого в проекте на импортных кондиционерах или на импортных комплектующих ни на миллиметр нельзя было отступать соответственно мы полностью воссоздавали решительно тоже что уже заложено было в проекте у нас это получилось частности вот моноблочные кондиционеры это готовы уже изделия готовые к упаковке к отгрузке на объект на на объекте к сожалению мы фотографии делать не можем но мы активно не активно регулярно участвовали в испытаниях этих кондиционеров в тестовой камере у завода который производит контейнеры мы занимались запуском и собственно следили за тем как кондиционеры соответствуют тем техническим характеристикам которые заявлялись и которые от них требовались мы успешно прошли эти испытания о чем мы получили благодарственное письмо от нашего заказчика и такие моноблочные кондиционеры вернусь так вот такого типа у нас в прошлом году была изготовлена сейчас процессе производства восемьдесят шесть штук и еще планируются заказы хочу вам сказать что может быть для бытовых кондиционеров восемьдесят шесть несколько десятков звучит не так впечатляюще но случае с прецизионными кондиционеры кондиционерами где каждое производство это уникальная штучная продукция восемь шесть это внушительное число и прошу вас держать в голове что это все от момента разработки до момента тестирования запуска и вот сейчас эксплуатации прошло по сути меньше года это для производства очень маленький срок второй а второй кондиционер который также требовался в определенных параметрах вот прям железобетонных в определенных габаритах для контейнеров которые также были спроектированы и уже пошли в производство и в серию это моноблочные кондиционеры для монтажа внутри контейнера тут холодопроизводительность требовалось 7 киловатт помимо естественного охлаждения требовалось диспетчеризация по снмп и модбасс ртю обязательно диапазон работы кондиционеров подразумевался требовался от минус 40 до плюс 39 градусов требовались защитные реле реле контроля фаз напряжение электронагрев дисплей должен был встроен быть в кондиционер требовали защитные решетки на отверстия то есть этот кондиционер он как я сказал не требует наружного блока но требует получается отверстий в контейнере на которые еще дополнительно с нашей стороны предоставлялись решетки защитные чтобы кондиционер не попал ничего лишнего и требовался монтажный комплект для монтажа на стену в первую очередь это уплотнительные соединительные прокладки между кондиционером и контейнером также обратите внимание также обратите внимание что у нас то есть с концепцией внешний вид как должен был выглядеть кондиционер плюс минус затем у нас это все производился 3d рендер и вот мы видим фотографию как специалист уже на производстве на сборке при сборке этих кондиционеров ориентируется на этот чертеж полностью изготовлен это тоже полный цикл производства на заводе рифкул на российских мощностях вот эта сборка этого кондиционера да то есть видите не крупно узловая не переклеивание тут реально собирается кондиционер партии кондиционеров вот уже свеженькие фотографии с объекта как это выглядело при отгрузке как это установлено внутри контейнера и мы видим дисплей на запущенный так что то проблемы какие-то связь со связью с внешним видом я вот вижу максим подскажите пожалуйста всем видно мою презентацию потому что я видела сообщение от максима калуги на что что-то не видно так теперь видно все нормально хорошо то есть если не видели вот у нас исполненные моноблочные кондиционеры внутреннего исполнения уже готовые к отгрузке к упаковке и смонтированные внутри контейнера и потолочно-настенные прецизионные кондиционеры тоже такой актуальный проект который в котором я принимала активное участие для нашего тоже очень важного крупного заказчика у которого были спроектированы уже все серверные аппаратные связевые все уже было полностью заложено под наши кондиционеры вот предыдущий вариант кондиционеров импортных стал недоступен то или был поставлен на паузу и нужно было срочно что-то придумывать тут сложность проекта заключается так голос отставал теперь не отставай прекрасно не стоит прекрасно смотрите про потолочные настенные кондиционеры если в предыдущих двух вариантах нужно было изготовить одну модель кондиционера и и растиражировать на несколько десятков что то про внутреннего исполнения у нас изготовленные в процессе изготовления находится 66 штук кондиционеров таких на то есть частично уже поехали на объект изготовленные кондиционер частично они сейчас изготавливаются тоже измеряется в десятках за менее чем год весь цикл от концептуальной проработки до производства до запуска на объекте прошло как вы видите очень мало времени обратите внимание что для то есть вот европейские заводы которые выпускали аналогичные кондиционеры они к производству шли несколько десятилетий представляете то есть это вот у них продукт который они разрабатывали делали там и выпускали в производство несколько десятилетий а нам было дано вот сделать это здесь и сейчас и реализовать и вот не отступление ни налево ни на право никаких творческих никаких творческих там изысканий просто времени не было предпринимать обратите внимание какую работу проделали наши коллеги из завода ревкул и мы с ними собственно постоянно были в связке прорабатывать ну ладно лирическое отступление потолочно настенные прецизионные кондиционеры требовались прецизионные сплиты которые точно поддерживали температуру в помещениях да с влажностью там требований особо не было но если требовалось каких-то конкретных точечных помещениях влажно поддержание влажности то ставился отдельный настенный увлажнитель потому что внутренний блок очень маленький в него особо ничего не встроить и тут сложность заключалась в том что вот таких сплитов нужно было сделать не одну конкретную модель на и растиражировать а целых шесть моделей производительностью 4 6 8 10 12 и 15 киловатт потому что серверы серверные разные везде по-разному собственно они компонуются вот эти кондиционеры и то есть мы взялись за проработку этих вот шести моделей в итоге их произведи произвели эти модели производятся в вариантах без фриколинга просто фреоновое охлаждение и с модулем естественного прямого охлаждения то есть вот вы видим внутренний блок к нему сзади делается такой модуль фриколинга который ставится между кондиционером и стеной стене нужно проделать отверстие для забора воздуха для того чтобы также работал прямой фриколинг тут важно заметить что требовался фреон именно 407 потому что в проекте все было заложено по 407 фреон и от проектировщиков и заказчика шел сигнал что вот это вот лучше не менять сделайте нам решительно то же самое в тех же габаритах все в той же техники совершенно совершенно должно быть ровно так же вот собственно мы в этом преуспели отгрузили получается оборудование эти прецизионные кондиционеры под потолочного типа на объекты сейчас они монтируются тут важно то что еще требовались дренажные насосы которые подключаются по питанию к кондиционеру и диспетчеризация по snmp http плюс монтажные кронштейны для наружных блоков требовались такое решение было предоставлено и тут такая фишечка есть вот эти внутренние блоки прецизионных кондиционеров в предыдущем решении могли вешаться как горизонтально под потолок так и вертикально на стену поэтому я их назвала под потолочно настенные то есть одна и та же модель превращается в настенную путем поворота нужно естественно монтажникам предусмотреть поворот поддона для сбора конденсата чтобы конденсат не стекал вот собственно мы произвели произвели эти кондиционеры вот они уже смонтированные на объекте такая вот картинка пока собираем информацию сейчас они монтируются и находятся в процессе запуска по всем вот этим кондиционером я буду очень рада там похвастаться поделиться нашим опытом через полгода потому что ну все мы знаем что кондиционеры проявляют себя в эксплуатации то есть когда мы получим уже от заказчиков обратную связь что вот они работают полгода и безотказных вопросов нету тогда мы сможем уже поделиться там по-другому большим количеством фотографий обрасти обрасти не просто со стройки но и действительно красивыми маркетинговыми фотографиями надеюсь мы к этому скоро вернемся через полгодика и вот тут собственно я рассказала о решениях которые мы разработали за прошлый год запустили в производство отгрузили запустили многие из них и сейчас находимся в процессе запуска и тут я хочу выразить свое личное мнение как человека когда вот с нами в двадцать втором году вот эти все передряги случились я как менеджер который очень долго уже работает поставками прецизионных кондиционеров импортных я все время думала блин вернулась бы это все на старые рельсы вот как было раньше да вот привычные варианты привычные логистические схемы привычные сроки и так хотелось чтобы наконец-то это все закончилось вернулась тому как есть я думаю что и многим из вас приходила такая мысль тому же привыкли изучили определенные виды оборудования определенных брендов это проверено это оборудование работает зачем мне что-то еще искать это неудобно некомфортно но так вот если абстрагироваться вот от этого внутреннего желания да и мечт так сказать я вот краем глаза наблюдая за европейскими заводами с которыми мы сотрудничали раньше с которыми мы конкурировали раньше а ведь у них там свои сложности то есть так как раньше если они сейчас по щелчку пальца к нам на рынок вернуться уже не будет у них сейчас есть проблемы с поставкой комплектующих от этого сроки плывут растут опять же я так понимаю по крайней мере то что мне рассказывают коллеги то есть сроки поставки сдвигаются кроме того у них сейчас большие проблемы с оплатой коммунальных услуг и электроэнергии получается что стоимость оборудования растет причем она растет не как вот мы раньше привыкли раз в год идет какая-то индексация нет сейчас это происходит порой у некоторых заводов я видела раз в месяц повышение цену непрогнозируемая история плюс логистика сейчас существенно взросла то есть если сейчас все эти заводы вернуться к нам на российский рынок уже как раньше вот только там к чему мы привыкли я например помню что были два года назад сроки поставки 7 недель никаких семи недель уже не будет там сейчас свои нюансы свои сложности и тоже все очень непросто а что мы делаем здесь нам некомфортно конечно мы решаем наши задачи в условиях цейтнота пытаемся как-то это все продолжить развивать давайте абстрагируемся мы получается с вами находимся в ситуации что размещая заказы на российских производствах я не только про прецизионные кондиционеры говорю да я вообще в общем мы по не помогаем поднять очень часто вот с нулевого состояния нашу российскую промышленность мне кажется это опять мое личное мнение мы с вами делаем что-то большим как для будущего сейчас обеспечиваем какой-то большой задел хоть нам очень некомфортно но есть надо в этом какой-то больший смысл что мы возможно нашу независимость улучшаем то есть если мы поднимем производство на нужный уровень когда заводы уже смогут ориентироваться не только на иностранные комплектующие сейчас там был вопрос а все равно приходится использовать ряд компонентов из азии которые доступны дали бы искать что-то на российском рынке вот когда все производства подтянутся и мы сможем выпускать полностью продукт состоящий из российских элементов это же нас сделать сильными независимыми от внешних обстоятельств мне кажется это об этом нужно держать в голове да есть сложности есть нюансы есть неприятные какие-то моменты которые приходится преодолевать ставятся новые задачи некомфортные но ведь мы сейчас живем в такую реальность когда мы можем созидать чего-то вот хотела бы чтобы вы задумались о том чтобы на каждом вот мы что-то каждый из нас что-то делают работа мы же можем созидать на нашем каждом месте делать что-то хорошее на будущее вот спасибо вам что выслушали мое лирическое отступление спасибо что уделили время не очень ценно то что вы действительно послушали нашу презентацию поинтересовали что нового у нас есть собственно если у вас есть вопросы сейчас я думаю полина их озвучит мы с удовольствием на них ответим так а да и так первый вопрос отличается ли фриколинг программ на то есть отключается ли он в моноблочных кондиционерах наружного исполнения отключается ли он программ на вопрос на отключить фриколинг можно чтобы кондиционер работал только в режиме фреонового охлаждения плюс в логике контролера заложена защита от обмерзания то есть если у нас снаружи слишком низкая температура то фриколинг не будет работать чтобы вам не заморозить оборудование вот то есть это все программа предусмотрена в каком температурном диапазоне работает прямой фриколинг прямой фриколинг смотрите у нас получается все зависит от температуры который нужно поддерживать в помещении если у нас такое помещение в котором требуется поддерживать 25 например плюс 25 градусов у нас большую часть времени в принципе в году температура в россии ниже чем 25 градусов и это собственно дело работает при ниже чем 25 градусов если говорить нижний диапазон то тут программно понимается какая какой воздух идет на подачи если воздух достигает слишком низкой отметки на программно точную не скажу то собственно этот фриколинг уже работает в очень сжатом режиме то есть подмес воздуха наружного происходит очень в малых количествах либо вообще выключается для того чтобы у нас поддерживалась точная температура в помещении но важно понять вот наш опыт реализации проектов особенно если мы говорим про контейнеры которые стоят снаружи там у нас в контейнерах а при низких температурах например там при нуле уже стоит задача не охлаждения прецизионного прецизионного а уже идет задача как нам нагреть этот контейнер для нужного параметра соответственно кондиционер просто идет в режим ожидания он продолжает циркуляцию воздуха в помещении чтобы отслеживать малейшие изменения тепловой нагрузки но при этом сам фреоновый контур и прямой фриколинг не включаются не задействован для того чтобы у вас было тепло в контейнере медич отлетела ваш вопрос следующий вопрос какие функции есть у удаленного мониторинга сигнализации тут наверное вас интересует весь функционал ну собственно стандартно отслеживать параметры которые выдает кондиционер в данный момент отслеживать если какие-то аварии и специфику этих аварий по высокому давлению либо с компрессором что-то не так либо низкому давлению вот эти вот сигналы выводятся и плюс имейте ввиду что каждый заказчик сейчас имеет право имеет возможность озвучить свои какие-то уникальные пожелания то есть если с с европейскими и вот даже с китайскими заводами у вас есть какой-то под программный продукт от которого ни влево ни вправо нельзя двигаться да у нас тоже есть стандартное решение если будет интересно мы пришлем но сейчас у вас есть возможность озвучить какие-то уникальные свои пожелания и разработчики программного обеспечения а это российские ребята российская команда они это все могут учесть и внедрить обратите внимание на это итак следующий вопрос сильно отличается внешний кондиционер штульц wd и а4 какой контроллер используется и если какое-то обучение по ним так первая часть вопроса внешне сильно отличаются ну смотрите вот этот моноблок который вы видели это больше мощности то есть а не знаю почему вы решили что он внешне отличается он другого цвета начнем с того но по габаритным и масса габаритным характеристикам он такой же то есть он подходит для этого объекта может быть какие-то там изменения в решетках вас озадачили но это скажем так дополнительный вопрос который требует возможно обсуждения сравнения двух картиночек так и еще 2 2 часть вопроса какой контроллер используется контроллеры используется российский зинтек мы экспериментировали как у нас рифкул говорит купили ведро различных доступных контроллеров их протестировали пообщались с ребятами которые пишут программное обеспечение и выяснили что самое оптимальное что сейчас нужно использовать это контроллер и зинтек и также интересуется по поводу обучения если какое-то обучение по ним да да обучение есть смотрите у нас сейчас обучение проходит не такое знаете сферическое обучение по всем линейкам мы сейчас формулируем обучение под заказчика то есть если у вас есть несколько человек которые хотят определенной теме обучиться вы оставляете нам собственно об этом заявку мы и обрабатываем думаем как это лучше сделать самое оптимальное обучение это когда на объекте уже где есть оборудование провести очень подробный инструктаж и обучение служб эксплуатации служб сервиса о том как им пользоваться на это самое такое оптимальное потому что на живом если это недоступно то будем уже индивидуально решать обучение мы проводим следующий вопрос на стену потолочные кондиционеры 4-15 киловатт с инвертором или старт-стоп задача была старт-стоп сделать только инвертор доступен но вот конкретно по этим проектам старт-стоп как и было изна изначально в том решении которое годы до этого использовалось так и также просит рассказать про принцип работы кондиционера без внешнего блока ограничения всем бат с чем связано так и также быстренько скажу еще что интересует вы упомянули только контейнеры эти решения для узкой специализации так записала итак начнем про ограничение 7 киловатт как я говорила у нас под серверное оборудование под серверные под соды всегда оборудование подбирается ровно под ту холодопроизводительность которая нужна то есть меньше естественно плохо но это понятно и больше тоже плохо тогда у нас кондиционер не будет видеть о принцип работ и про принцип работ так вот здесь вот я могу предоставить конечно попробует все приблизить но алина может не помочь вот смотрите и вы зависли на секунду точек вот сейчас слышно да полина я попрошу тебя перемотать на слайд где у нас изображены внутренние было на блоки уже смонтированы в контейнере чтобы показать принцип работы там была картинка я чертежей сейчас не предоставила там видно что даже на контроль деле можем использовать еще парочку это зависла когда перес нет еще там середине презентации есть чтобы не записала у нас ничего следующий слайд еще при переключении извините коллеги за технические проблемы у кого-то видимо немножечко с интернетом чего-то зависает либо у меня либо у полина посмотрите начну рассказ вот здесь вот кстати вопрос почему только для контейнеров видите новая реальность двадцать втором году там кстати использована фотография с объекта это не контейнер это конкретно помещение и bp внутри здания для того чтобы смонтировать кондиционер моноблочный внутреннего исполнения нам нужно иметь помещение у которого есть одна внешняя стена для того чтобы прорубить отверстия внутри вот в этой стене для того чтобы кондиционер мог забирать воздух на свой конденсатор и отдавать отработанный воздух от конденсатора того чтобы у нас все хорошо работало так давайте я попробую тоже сейчас перелеснуть видно да сейчас вот у меня контроллер справа видим картиночки видим нас или нет или все не суть обратно все короче кондиционер ставится к внешней стене здания наружного блока у него нету конденсатора как конденсатор занесен вовнутрь кондиционера это в обоих моноблоках так вот получается что вот видим вот этот вот моноблочный кондиционер видно да у меня курсор сейчас или не особо на картинке верхняя получается картинка самая правая белым цветом это помещение это не контейнер получается что кондиционер прислонен к внешней стене работкой вече сейчас видно у нас прислонен к внешний стене во внешней стене нужны два отверстия одно отверстие для забора воздуха на конденсатор нижнее отверстие до выброс для выброса воздуха который проходит через конденсатор горячий воздух Получается, что в режиме фреонового в кондиционере есть такая перемычка, которая блокирует два потока воздуха. То есть до перемычки у нас, получается, идет наружный воздух до конденсатора и уходит. И он никак не взаимодействует с внутренним воздухом. После перемычки внутренний воздух, получается, из сервера попадает на испаритель внутреннего блока, проходит через него и возвращается. Ну, в зависимости от раздачи. Раздача, кстати, тоже может меняться. Либо сверху забираем, вниз раздаем, либо наоборот. Можно прямо наверх расставать. Суть в том, что когда требуется фриколинг, эта перемычка начинает менять положение. Для того, чтобы у нас внутренний воздух, который идет на конденсатор, мог также попадать внутрь помещения и подмешиваться, охлаждая тем самым внутренний воздух. Это принцип работы, вот эта перемычка, да, движется. Она движется программно в зависимости от того, как контроллер считывает внешнюю температуру, внутреннюю температуру, насколько понимает процент открытия вот этой перемычки. Вот, и за счет этого работает фриколинг. Вот, то есть два режима. Ничего такого сложного, но при этом наблюдается очень существенная экономия электроэнергии. Так, и, да, узкая специализация. Это так. В данном конкретном решении эти решения подходят либо для небольших контейнеров и серверных. То есть если подпотолочные, то это серверные. То есть там трасса до 40 метров между внутренним и наружным блоком. То есть, пожалуйста, в здании используйте. Это используется в основном в зданиях, да. И моноблоки внешнего исполнения. Если вы можете повесить, у меня есть, в принципе, реализованные проекты, где вот эти моноблоки наружные используются на здании. То есть серверная находится, получается, одна из стен серверной – это внешняя стена, в ней прорубаются отверстия, и моноблок, получается, вешается снаружи здания. То же самое с внутренним моноблоком. Есть внешняя стена, которую можно использовать, в которой можно делать отверстия. Пожалуйста, устанавливайте в серверной. Ограничения. Одна машина такая в максимальном своем комплектации, вот сейчас из выпущенных, да, имеет ходопроизводительность до 15 киловатт. Но есть опыт наращивания. То есть если вы можете использовать, вот как на картинках видели, шесть моноблоков одновременно, да, таким образом у нас наращивается система охлаждения до нужных вам показателей. Вот. Не вопрос. Это можно сделать. Плюс концептуально. Если есть потребность в более большой машине, то обращайтесь, попробуем ее воспроизвести, предоставив все данные, если вас устроят габариты, и все. Мы можем ее запустить в производство. Наши коллеги из Ривкула рассматривают каждый проект индивидуально. Так, и при этом нет контроля влажности. Конкретно в этих проектах задачи по влажности не было. Контроль влажности, ну, то есть не контроль, кондиционеры должны выдавать, там, в большинстве случаев, прям показатель, какая относительная влажность сейчас есть в помещении. Но либо заказчик своими путями этот вопрос решал, либо вообще не было по ТЗ задачи регулировать влажность. Вот конкретно здесь. Но есть проекты, которые вот за рамках того, что я обсуждала, там используется внешний увлажнитель, да, который работает по ставкам влажности сам по себе. То есть он в системе так работает и запускается, и выключается, когда это нужно. Плюс в афреоновых кондиционерах есть режим осушения воздуха. Ну, про это все помню. Так, еще вопрос. А также спрашивают, сплит-эйр 3 подходит для замены на новую на стену потолочной? Сплит-эйр 3 подходит для замены на новую на стену потолочной. Вот тут как раз мы сплит-эйр 3-то и воссоздавали на наших мощностях. То есть это, по сути, машинка очень похожая у нас получилась. Ну, и модель в модель по габаритным характеристикам. Вот, собственно, можно заменить, да, получается, он встанет на те же посадочные места и будет иметь те же самые габариты, работает на том же самом фреоне. Пожалуйста, можно модернизировать вашу систему охлаждения, но у вас при этом будет российская модель прецизионного кондиционера под потолочного. Так, еще вопросики? Так, вопросы закончились вроде бы. Ну, давайте еще подождем, может быть, кто-то еще печатает, отправляет. Ну, смотрите, если будут еще какие-то дополнительные вопросы, не обязательно сейчас, то вы можете отправить нам вот по линии, либо у нас есть горячая линия, какие-то вопросы там задайте, нам обязательно передадут, что хотите пообщаться, либо просто позвоните в HTS, спросите Ирину, меня, Репину, я с удовольствием вам отвечу, с вами пообщаюсь на все ваши вопросы. Спасибо за комплименты. В моноблоках экран не очень. Очень стараемся, Егор. Очень стараемся сделать как можно лучше, но тут нужно сказать, что мы ограничены сейчас тем, что компоненты доступные есть, какие есть. Мы очень стараемся сделать это максимально хорошим, но не забывайте, что производство в прошлом году попало в такую ситуацию, что там даже, знаете, уже в момент, когда нужно получить вот эту деталь и вставить ее в кондиционер, поставщик этой детали либо предоставляет деталь, неподходящую по размерам, и надо все переделать, либо деталь вообще говорит, что она непонятно, когда будет отгружена, и нужно было срочно решать эти вопросы из наличия, из того, что есть на российском рынке. Приходится все время адаптироваться под того, что есть прямо сейчас. То есть горизонт планирования иногда никакой. И, соответственно, может лучше черно-белый. Это мы передадим производству, возможно, черно-белый будет веселее, и всем больше понравится. Да, и еще один вопрос. Компрессоры чего производства используют? Я ожидала этот вопрос. Ну, получается, что у нас сейчас ориентация на азиатское производство. Компания производит, производитель компрессоров Invatec. И все компоненты, которые сейчас используются, да, азиатского происхождения, они все доступны в России. И предусматривается, что на случай ремонта есть доступные аналоги на российском рынке, чтобы не произошло такого, что у вас что-то произошло с кондиционерами, и деталь найти нельзя. Это точно сейчас актуальная проблема. Так. Когда будет обучение для сервисных партнеров? Когда обучение для сервисных партнеров? Ну, вот, Полина, возьмите, пожалуйста, вот этот вопрос, да, про работку. То есть у нас отдел маркетинга занимается планированием обучения. Все это будет. Так, еще какой-то вопросик был про воздуховоды. Переток. Так, так. Ага, на моноблочных уличных кондиционерах вопросик нашла. Очень не хватает дефлекторов для выброса горячего воздуха вверх для исключения рециркуляции. Это проблема почти всех... Так, сейчас немножко пролистаю. Это проблема почти всех производителей. Сейчас у меня просто тут... Особенно актуальны на челерах при парной установке. То, что наладили свое производство, просто молодцы. Спасибо вам за такой комплимент. Надо вам еще промверсию запустить для полного счастья. Спасибо вам за такие комментарии. Так, по потолочным кондиционерам из опыта эксплуатации при отсутствии системы отделения коридора. Отделение коридора. Что-то у меня прыгает тут немножечко. Полин, можешь зачитать этот вопросик? Он такой большой. Вот он у меня есть в списочке. Да, хорошо, при отсутствии системы отделения коридора очень не хватает воздуха, забора воздуха по той же причине. Переток охлажденного воздуха на вас, на всас кондиционера. Плюс такие воздухоотводы очень удобно вставлять. В принципе, комментарии, видимо, взят из опыта вашего. Вот, если будет интересно, давайте пообщаемся вместе. То есть я заметила, что у нас в зависимости от конфигурации каждой серверной, даже самой малой, надо учитывать множество нюансов, в том числе и этих. Иногда нужно прямо играться с расположением оборудования, предусматривать какие-то дополнительные ограждающие конструкции для того, чтобы не произошло в САС, в САСа воздуха. Это вот то, про что я говорила. Каждый проект индивидуальный. Простите за много текста изначально. Ой, я люблю, когда много текста. Я люблю, когда много вопросов. Значит, вы здесь, вы меня слушали и задаете конструктивные вопросы. И получается, что вы задаете вопросы, и мы стараемся учиться у вас, учитывать эти моменты, особенно когда вот на таких презентациях вы задаете каверзные вопросы, на которые мы не можем ответить, мы уже это все записываем и стараемся на будущее проработать. Поэтому чем больше вопросов, тем больше мы вам благодарны за содействие, за ваше участие. Также интересуется, удалось ли познакомить Штуль с русским производителем. Нет, мы Штуль с русским производителем не знакомили. Такой цели не было. Захотят познакомиться? Ну, может быть. Так, еще подождем, может быть, еще появятся какие-то вопросы. А, вот в чем вопрос. Удалось ли познакомить Штуль с русскими производителями, имеется в виду программное общение машин. А вот эта история, конечно, она каждый раз особая. Вообще, на самом деле, пока на моем опыте, как менеджера, пока таких задач не было. То есть получается, что не вставлялась дополнительная машина. Но я думаю, что мы к этому скоро придем и будем решать, каким образом нам можно будет на основе внешних каких-то согласователей, либо получится программных объединить. Это еще предстоит все решить. Так, и в кейсе Штульца Россия плюс Беларусь вам скачет. Сколько процентов за ним? Слушайте, я процент не могу сказать. Я, во-первых, не очень слежу за этим. Но я думаю, что они потеряли большое количество заказов, очень крупное количество заказов и долю рынка, перестав активно работать с Россией. Насколько я помню, несколько лет назад они заявляли, что Россия занимает второе место и борется после Германии, например. То есть Штульц ориентирован, например, на немецкий рынок был. У них самый большой покупатель – это немецкий рынок. А на втором месте была Великобритания и Россия. Это вы представляете, сколько мы заказов делали? То есть я долю сказать не могу. Это просто мое такое вот из воспоминаний, да, прошлых лет. И они тоже очень сильно пострадали от того, что у нас тут творится. Семенов сказал нереально. Вижу, Семенов сказал нереально. Он, да, он может что-нибудь тебе сказать, но потом приступит к решению этой задачи, я думаю, с удовольствием. Потому что он тоже любит такие вызовы. Так, и вопрос. Вы инверторные технологии используете в компрессорной блоке? Конкретно, когда я рассказывала про кейсы вот эти, да, с моноблочными кондиционерами, да, и подпотолочными, там используются компрессоры он-оф. Но, в принципе, это решение доступно, его можно использовать. Если в ТЗ у вас используют инверторные технологии, пожалуйста. Особенно на моноблоках это будет очень легко реализовать. В случае со сплетами нужно обязательно учитывать возврат масла обратно в компрессор и длину трассы. То есть мы также, когда получаем от вас задачу ТЗ на подбор прецизионного кондиционера, например, подпотолочного типа, мы смотрим аксонометрию трассы, чтобы предусмотреть, что у вас компрессор сможет эту трассу нормально прокачать, нормально на ней работать, для того, чтобы вы были уверены в результате. инверторы доступны. Обращайтесь. Так, я, наверное, еще раз повторю о том, что если будут какие-то вопросы, может быть, вы забыли о чем-то спросить, обязательно пишите на почту, да, мы ответим. Спасибо вам за комментарии, очень рада, что вы присоединились, очень рада вас всех видеть в числе наших участников. Спасибо за такое активное участие и то, что откликаетесь и вопросы задаете. Спасибо вам большое, спасибо вам, хорошего дня, удачных, интересных, масштабных проектов, чтобы все у вас получилось, и все те задачи, которые каждый день у вас возникают по работе, да, чтобы вы успешно решали, а потом смотрели на результат ваших трудов. Вот, я желаю вам вот этого. Спасибо. Спасибо, Ира, спасибо всем, а также хочу отметить, что запись вебинара будет доступна на следующей неделе, мы вам обязательно ее отправим. Спасибо, всем до свидания. До свидания. Всем спасибо большое. До новых встреч. До свидания.